Думал сегодня рвануть в горы, но позвонил Игорь Гарьевич и говорит, я на работе, приезжай, я в подсобке у себя еще раз греб немножко, нашел еще коробку с камнями, сейчас вот я под школой, жду, он вынесет, мы посмотрим, что он нам передал. Вот Игорь Гарьевич несет драгоценную коробку. Черепой подальше. Да. Я думаю, что вот такие вот. Там шикарные, шикарные кораллы, которые почищены. Теперь вот, хочу сказать, шишка. Ух ты, прикольно. Теперь у нас в музее будет окаменелая шишка. А вот интересно, кости в известняке. Это откуда? Это на плато нашел. Да вы что, у нас на плато? Возле каскадной, да, на плато. Ну вот эти вот самые тут. А почему вы подумали, что это кости? А я уверен, что это трубчатые кости, конечно. Да, надо будет рассмотреть более детально. Ну, рассмотреть. Где-то, ну, вот такие вот. О, позвонки, это китовые, скорее всего. Да, я тоже думаю, чулень, чулень, да. О, да. Это кусок Наринеи. Это ядро ее назвать. Потом посмотреть, что там еще. Раздаешь, все, да. Закрываем коробку. Идем ее. Позвонок кита. Еще деталь от китая. Это шишка окаменелая. Разбираем посылку. Вот такой вот коральчик. Целый кустик, который надо будет тоже препарировать. Осколок амонитика это на подарки детям пойдет. Осколок губки. Вот какой хороший целенький коральчик. Тоже его будут препарировать. Керчь. С Игорем Гаричем поговорили. Говорю, давайте, как потеплее будет, поедем вместе в Керчь. Дерево окаменелое. Это всякие меловые устрицы. К ним особого интереса и не питают. Потому что в Крыму их просто, ну... Немерено. Такого материала очень много. Разбираем дальше. Еще Керчь. Ракушки. Ну и вот, вроде бы, камней очень много. А тут еще и в коробке полно. Но из-за этого всего хочу, что выделить. А, ну, во-первых, вот этот коралл, который можно привести в порядок, его поставить на витрину. Таюрский период. Это у нас в горах над Ялтой найденные такие. Вон, Фавия какая замечательная. Все целенькое. Спасибо, Игорь Гаричу. А есть материал, который, например, ну, совершенно мне неинтересен. Это устрицы грифеи, там всякие разные меловые. В общем, ребята, ну, вы знаете, что я их раздаю. Ну, как бы, я не жадный. Если кому-то это приносит счастье, берите себе, пожалуйста, на память. Кто-то говорит, надо продавать. Таким образом музей сможет выживать. Не, ну, конечно, да, без продаж не прожить. Но я думаю, что продавать можно будет какие-то сувениры ручной работы. А вот, ну, просто камни, из которых горы наши состоят, как бы с солнцем. Может, правильно надо продавать. Я не знаю, я не торгаюсь. Я немножко мыслю совершенно иначе. В общем, кому интересно, во-первых, да, посещайте музей. А второе, то, что вы можете запросто себе выбрать подарок на память. Но вот эту, пожалуй, я оставлю тут вот. Но молит торчит и такая вот ракушка. Это что-то непонятное. Оставим, изучим, одиночный корольчик. А все остальное, да, это уже на подарки. Это можно тоже. Аммонитик, кто мечтал о себе аммонитик поимеет, пожалуйста, приходите забирать. Тоже керчь. Керчь мы оставим. Вот что останется в музее со всей коробки. А вот тут в прихожей у нас коробки с материалом. Ну, любой желающий может себе выбрать одну-две на память. То есть весь ящик хватать и нести не стоит. Тут и для обывателя, и для профессионала полно материала. Так что вот так вот, ребята. Кто еще не был в музее, мы вас ждем в гости. А кто был, мы еще раз ждем в гости. Вы видите, что коллекция постоянно пополняется. Растет. И о горах я теперь только могу мечтать. Материал приносят, отдают. Ладно. Всем пока-пока. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok